От тьмы к свету. Кассета вторая. Ильяс. Детей у Ильяса было два сына и дочь. Женил Ильяс сыновей и выдал дочь замуж. Когда беден был Ильяс, сыновья работали с ним и сами стерегли табуны и овец. А как стали богаты, начали сыновья баловаться, а один стал пить. Одного старшего в драке убили, а у другого меньшего попала сноха гордая и стал этот сын отца не слушаться и пришлось Ильясу отделить его. Отделил его Ильяс, дал ему дом и скотины и убаялось богатство Ильясова. И скоро после этого напала болезнь на овец Ильясовых и попадало много. Потом вышел голодный год, сено не родилось, покалело много скота в зиму. Потом косяк лучший киргизсы отбили. И стало Ильясово имение убывать. Стал Ильяс падать ниже и ниже, а сил стало меньше. И дошел к семидесяти годам Ильяс до того, что стал распродавать шубы, ковры, седлы, кибитки. Потом и скотину стал продавать последнюю. И сошел Ильяс на нет. И сам не видал, как ничего не осталось, и пришлось на старости лет идти с женой жить в люди. Только и осталось у Ильяса имение, что платье на теле, шуба, шапка и ищиги с башмаками, да жена Шамшимаги тоже старуха. Сын, отделенный, ушел в далекую землю, а дочь померла. И помочь старикам было некому. Пожалел стариков их сосед, Мухаммед Шах. Сам Мухаммед Шах был не беден, не богат, а жил ровно, и человек был хороший. Вспомнил он хлеб, соль Ильясу, пожалел его и сказал Ильясу, «Приходи, — говорит ко мне, — Ильяс, — жить и со старухой. Лето поселись своей мне работой на бахщах, а зимой скотину корми. А Шамшимаги пусть кобыл доит и кумы сделает. Кормить одевать буду вас обоих, и чего вам нужно, вы скажете, я дам». Поблагодарил Ильяс соседа и стал жить с женой в работниках у Мухаммед Шаха. Сначала тяжело показалось, а после приобыкли и стали старики жить и по силе работать. Хозяину выгодно было таких людей держать, потому что старики сами хозяева были, все порядки знали и не ленились, и по силе работали. Только жалко бывало Мухаммед Шаху смотреть, как такие высокие люди на такую низкую ступень пали. И случилось, раз приехали к Мухаммед Шаху сваты, далекие гости, пришел и мулах. Велел Мухаммед Шах поймать барана и убить. Ильяс освежевал барана и сварил и подслал гостям. Поели гости баранина, напились чаю и взяли за кумыс. Сидят гости с хозяина на пуховых подушках на коврах, пьют из чашек кумыс и беседуют. А Ильяс убрался с делами и прошел мимо двери. Увидал его Мухаммед Шах и говорит гостю. Видишь ты, этот старик прошел мимо двери. Видел, говорит гость. А что же в нем удивительного? А то в нем удивительного, что это наш первый богач был. Ильясом звать может ты слышал? Как не слыхать, говорит гость. Видать не видал, а слава его далеко была. Так вот теперь ничего у него не осталось. И живет он у меня в работниках. И старуха его с ним же. Кобыл доит. Подивился гость. Пощелкал языком, помотал головой и говорит. Да. Видно так счастье перелетает, как колесо. Кого вверх поднимает, кого вниз опускает. Что же, говорит гость, тоскует я чай старик. Кто его знает, живет тихо, смирно, работает хорошо. Гости, говорит. А можно поговорить с ним, расспросить бы его про его жизнь. Что ж, можно, говорит хозяин. И кликнул за кибитку. Бабай, значит дедушка по-башкирски. Заходи, выпей кумысу и старуху зови. И вошел Ильяс с женою. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином. Прочел молитву и присел на коленочке у двери. А жена прошла за занавеску и села с хозяйкой. Подали Ильясу чашку с кумысом. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином. Поклонился, отпил немного и поставил. А что дедушка, говорят ему гости. Скучно я чай тебе, глядя на нас, свое прежнее житье вспоминать. Как ты в счастье был и как ты теперь в горе живешь. И усмехнулся Ильяс и сказал. Сказать мне тебе про счастье и несчастье, так ты не поверишь. Спроси лучше бабу мою. Она баба, что на сердце, то и на языке. Она тебе всю правду об этом деле скажет. И сказал гость за занавеску. Ну что ж, бабушка, скажи, как ты судишь про прежнее счастье и про теперешнее горе? И сказала Шамша магии за занавески. А вот как сужу. Жили мы с стариком пятьдесят лет, счастье искали и не нашли. А только вот теперь, второй год, как у нас ничего не осталось, и мы в работниках живем. Мы настоящее счастье нашли и другого нам никакого не надо. Удивился гость. И удивился хозяин. Пристал даже, откинул занавеску, чтобы видеть старуху. А старуха стоит, сложив руки, усмехается, на старика своего смотрит. И старик усмехается. Старуха еще раз сказала. Правду я говорю, не шучу. Полвека счастья искали, и пока богаты были, все не находили. Теперь ничего не осталось, в люди пошли жить. Такое счастье нашли, что лучше не надо. Да в чем же ваше счастье теперь? А вот в чем. Были мы богаты, не было у нас стариком часу покоя. Ни поговорить, ни об душе подумать, ни Богу помолиться. Сколько у нас заботы было. То гости к нам. Забота, кого чем угостить, чем подарить, чтобы не обессудили нас. То гости съедут. За работниками смотрим. Они норовят отдохнуть, да послаще съесть. А мы глядим, чтобы наша не пропадала. Грешим. То забота, как бы волк не зарезал жеребенка или теленка. Как бы воры косяка не угнали. Спать ляжешь, не спится, как бы ягнят не передавили овцы. Пойдешь, ходишь ночью. Только успокоишься, опять забота, как корму на зиму запасти. Да мало ли того, и согласия-то у нас стариком не было. Он говорит, так надо сделать, а я говорю, этак. И начнем грешить и брониться. Так жили мы из заботы в заботу, из греха в грех, и не видали счастливой жизни. Ну а теперь? Теперь станем мы стариком, поговорим всегда по любви, в согласии. Спорить нам не о чем, заботиться нам не о чем. Только нам из заботы, что хозяину служить. Работаем по силам, работаем с охотой, так, чтобы хозяину не убыток, а барыш был. Ну, придем, обед есть, ужин есть, кумыс есть, холодно, кизяк есть погреться и шуба есть. И есть, когда поговорить и об душе подумать, и Богу помолиться. Пятьдесят лет счастья искали, теперь только нашли. Засмеялись гости. А Ильяс сказал, не смейтесь, братцы, не шутка это дело, а жизнь человеческая. И мы глупы были, старуха, и плакали, прежде что богатство потеряли. А теперь Бог открыл нам правду, и мы не для своей потехи, а для вашего добра вам ее открываем. И Мулла сказал, это умная речь. И все точную правду сказал Ильяс, это и в Писании написано. И перестали смеяться гости, и задумались. Где любовь, там и Бог. Жил в городе сапожник Мартын Авдеевич. Жил он в подвале, в Горенке, об одном окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди, хоть видны были только ноги, но Мартын Авдеевич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеевич жил давно на одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околотке не побывала и раз, и два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обосчет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеевич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может, к сроку сделать, возьмется, а нет, так и обмануть не станет, вперед говорит. И знали все Авдеевича, и у него не переводилась работа. Авдеевич всегда был хороший человек, но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к Богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И остался после жены один мальчик трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартину сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел, подумал. Тяжело будет Капитошке моему в чужой семье расти. Оставлю его при себе. И отошел Авдеевич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал Бог Авдеевичу в детях счастье. Только подрос мальчик, стал отцу помогать, только бы на него радоваться. Напал на Капитошку болезнь. Слег мальчик, погорел недельку и помер. Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на Бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз спросил у Бога смерти. И укорял Бога за то, что он не его старика прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеевич и в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеевичу от троицы, земляк, старичок, уж восьмой год странствовал. Разговорился с ним Авдеевич. И стал ему на свое горе жаловаться. И жить, говорит Божий человек, больше неохота. Только бы помереть. Об одном Бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек. И сказал ему старичок. Нехорошо, ты говоришь, Мартын, нам нельзя Божьи дела судить. Не нашим умом, а Божьим судом. Твоему сыну судил Бог помереть. А тебе жить, значит, так лучше. А что отчаиваешься, так это от того, что ты для своей радости жить хочешь. А для чего же жить-то, спросил Мартын. И старичок сказал, для Бога Мартын жить надо. Он тебе жизнь дает, для него и жить надо. Когда для него жить станешь, ни о чем-то жить не станешь. И все тебе легко покажется. Помолчал Мартын и говорит, а как же для Бога жить-то? И сказал старичок, а жить как для Бога? То нам Христос показал. Ты грамоти знаешь? Купи Евангелие и читай. Там узнаешь, как для Бога жить. Там все показано. И запали эти слова в сердце Авдеевичу. И пошел он в тот же день. Купил себе новый завет крупной печати. И стал читать. Хотел Авдеевич читать только по праздникам. Да как начал читать, так ему на душе и хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так засчитается, что в лампе весь керосин выгорит. И все от книги оторваться не может. И стал так считать Авдеевич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него Бог хочет. И как надо для Бога жить. И все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде спать ложиться, охает он их, крехчет и все про капитошку вспоминает. А теперь только приговорит слава тебе. Слава тебе, Господи, твоя воля. И с той поры переменилась вся жизнь Авдеевича. Бывало, прежде праздничным делом захаживал он их в трактир чайку попить. Да и от водочки не отказывался. Выпит бывало знакомым человеком и хоть не пьян. А все-таки выходил из трактира навеселее и говорил пустое. И окрикнет, и оговорит человека. Теперь все это само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает, и то яснее и веселее на сердце. Случилось, раз поздно, зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу шестую, прочел он стихи. «Ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Прочел и дальше те стихи, что Господь говорит. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, то час обрушился, и разрушение дома сего было великое». Прочел эти слова Авдея, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим, и думает сам с собою, что мой дом на камне или на песке? Хорошо, как на камне. И легко так-то, один сидишь, кажется, все и сделал, как Бог велит, а рассеешься и опять согрешишь. Все ж буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне, Господи. Подумал он так, хотел ложиться, да жаль было оторваться от книги, и стал читать еще седьмую главу. Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ ученикам Иоанновым, и дошел до того места, где богатый фарисей позвал Господа к себе в гости. И прочел о том, как женщина-грешница помазала ему ноги и омывала их слезами, и как он оправдал ее. И дошел он до сорок четвертого стиха и стал читать. И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты сию женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Прочел он эти стихи и думает. Воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал. И опять снял очки Авдеевич, положил на книгу и опять задумался. Такой же, видно, как я, фарисей-то был. Тоже я чай, только об себе помнил. Как бы чайку напиться, да в тепле, да в холе. А нет того, чтобы об гости подумать. Об себе помнил, а об гости и заботушки нет. А гость-то кто? Сам Господь. Кабы ко мне пришел, разве я так бы сделал? И облокотился на обе руки Авдеевич и не видал, как задремал. Мартын! Вдруг как задышало что-то у него над ухом. Стрепенулся Мартын с просонок. Кто тут? Повернулся он, взглянул на дверь. Никого. Прикорнул опять. Вдруг явственно слышит. Мартын! А Мартын! Смотри завтра на улицу. Приду. Очнулся Мартын, поднялся со стула, стал протирать глаза и не знает сам, во сне или наяву, слышал он это слова эти. Завернул он лампу и лег спать. На утро до света поднялся Авдеевич, помолился Богу, истопил печку, поставил щи, кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать. Сидит Авдеевич, работает, а сам все про вчерашнее думает. И думает надвое. То думает, померещилось. А то думает, что и вправду слышал он голос. Что ж, думает, бывало и это. Сидит Мартын у окна и столько не работает, сколько в окно смотрит. И как пройдет, кто в незнакомых сапогах, изогнется даже, выглядывает из окна, чтобы не одни ноги, а и лицо увидать. Прошел дворник в новых валенках. Прошел водовоз. Потом поравнялся с окном старый солдат Николаевский в обшитых старых валенках с лопатой в руках. По валенкам узнал его Авдеевич. Старика звали Степанычем и жил он у соседнего купца из милости. Положена ему была должность дворнику помогать. Стал против Авдеевича окна Степаныч счищать снег. Посмотрел на него Авдеевич и опять взялся за работу. Виша дурел, видно я, на старости. Сам на себя посмеялся Авдеевич. Степаныч снег чистит, а я думаю, и Христос ко мне идет. Совсем одурел старый Хрыщ. Однако Стешков с десяток сделал Авдеевич и опять тянет его в окно посмотреть. Посмотрел опять в окно, видит Степаныч прислонил лопату к стене и сам не то греется, не то отдыхает. Человек старый, ломанный, видно, и снег-то сгребать силы нет. Подумал Авдеевич, напоить его разве чайком, кстати, самовар уходить хочет. Вокнул Авдеевич, шило, встал, поставил на стол самовар, залил чай и постучал пальцем в стекло. Степаныч обернулся и подошел к окну. Авдеевич поманил его и пошел отворить дверь. — Войди, погрейся, что ли? — сказал он. — А зябчай. — Спаси, Христос, и то кости ломят, — сказал Степаныч. Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить на полу, а сам шатается. — Не трудись вытирать, я подотру, наше дело такое, проходи, садись, — сказал Авдеевич, — вот чайку выпей. И Авдеевич налил два стакана и подвинул один гостю, а сам налил свой на блюдечко и стал дуть. Выпил Степаныч свой стакан, перевернул дном кверху и на него положил огрызок и стал благодарить, а самому видно, еще хочется. — Кушай еще, — сказал Авдеевич, — и налил еще стакан и себе, и гостю. — Пьет Авдеевич свой чай, а сам нет-нет на улицу поглядывает. — А лишь ждешь кого? — спросил гость. — Жду кого? И сказать совестно, кого жду. Жду, не жду, а запало мне в сердце слово одно. Видение или так, сам не знаю. Видишь ли, братец ты мой, читал я вчера Евангелие про Христа батюшку, как он страдал, как по земле ходил. Слыхал ты я чай? — Слыхать, слыхал, — отвечал Степаныч. — Да мы люди темные, грамоти не знаем. — Ну вот читал я про самое то, как он по земле ходил. Читаю я, знаешь, как он к фарисею пришел, а тот ему встречи не сделал. Ну так вот, читал, братец ты мой, я вчера про самое это, и подумал, как Христа батюшку честь с честью не принял. Да ведись, к примеру, мне или кому, думаю, и не знал бы, как принял. А он и приему не сделал. Вот подумал я так-то и задремал, задремал я, братец ты мой, и слышу, по имени кличет. Поднялся я. Голос ровно шепчет кто-то. — Жди, — говорит, — завтра приду. — Да до двух раз. Ну вот веришь ли, запало мне это в голову, сам себя броню и все, жду его батюшку. Степаныч покачал головой и ничего не сказал, а допил свой стакан и положил его боком. Но Авдеевич опять поднял стакан и налил еще. — Кушай на здоровье. Ведь тоже, думаю, когда он, батюшка, по земле ходил, не брезговал никем, а с простым народом больше водился. Все по простым ходил. Учеников-то набирал все больше из нашего брата. Такие же, как мы, грешные, из рабочих. Кто, говорит, возвышается, тот унизится, а кто унижается, тот возвысится. Вы меня, говорит, Господом называете, а я, говорит, вам ноги умою. Кто хочет, говорит, быть первым, тот будь всем слуга. Потому что, говорит, блаженны нищие, смиренные, кроткие, милостивые. Забыл свой чай, Степаныч, человек, он был старый и мягкослезный. Сидит, слушает, а по лицу слезы катятся. — Ну, кушай еще, — сказал Авдеевич. Но Степаныч перекрестился, поблагодарил, отодвинул стакан и встал. — Спасибо тебе, — говорит Мартын Авдеевич, — угостил ты меня и душу, и тело насытил. — Милости просим, заходи в другой раз, рад гостю, — сказал Авдеевич. Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду и опять сел к окну за работу. Строчить задник. Строчит, а сам все поглядывает в окно, Христа ждет, все о нем и об его делах думает. И в голове у него все Христовы речи разные. Прошли мимо два солдата, один в казенных, другой в своих сапогах. Прошел потом в чищенных калошах хозяин из соседнего дома, прошел булочник с корзиной. Все, мимо прошли. И вот поравнялась еще с окном женщина в шерстяных щелках и в деревенских башмаках. Прошла она мимо окна и остановилась у простенка. Заглянул на нее из-под окна Авдеевич вид, женщина чужая, одета плохо и с ребенком. Встала у стены, к ветру спиной и укутывает ребенка. А укутывает-то не во что. Одежа на женщине летняя, да и плохая. И из-за рамы слышит Авдеевич, ребенок кричит. И она его уговаривает, никак уговорить не может. Встал Авдеевич, вышел в дверь и на лестницу. И кликнул, умница, а умница. Женщина услыхала и обернулась. Что же так на холоду с ребеночком стоишь? Заходи в горницу, в тепле-то лучше уберешь его. Сюда вот. Удивилась женщина. Ведь старик старый, в фартуке, очки на носу зовет к себе. Пошла за ним. Спустилась под лестницу. Вошли в горницу, провел старик женщину к кровати. Сюда, говорит, садись, умница, к печке ближе. Погреешься и покормишь младенца-то. Молока-то в грудях нет. Сама с утра не ела, сказала женщина. А все-таки взяла к груди ребенка. Покачал головой Авдеевич. Пошел к столу, достал хлеб, чашку, открыл в пищи заслонку. Налил чашку щей, вынул горшок с кашей. Да не упрело еще. Налил одних щей и поставил на стол. Достал хлеба, снял с крючка утирку и на стол положил. Садись, говорит, покушай, умница. А с младенцем я посижу, ведь у меня свои дети были. Умею с ними нянчиться. Перекрестилась женщина, села к столу и стала есть. Авдеевич присел на кровать к ребенку. Шмокал, шмокал ему Авдеевич губами. Да плохо шмокается, зубов нету. Все кричит ребеночек. И придумал Авдеевич его пальцем пугать. Замахнется, замахнется на него пальцем. Это прямо ко рту и прочь отнимет. В рот-то не дает, потому палец черный в вору запачкан. И засмотрелся ребеночек на палец и затих. А потом и смеяться стал. И обрадовался Авдеевич. А женщина ест, а сама рассказывает, кто она и куда ходила. Я говорю, солдатка, мужа восьмой месяц угнали. Далеко и слуха нет. Жила в кухарках, родила. С ребенком не стали держать. Вот третий месяц бьюсь без места. Проела все с себя. Хотела в кормилицы, не берут. Куда говорят. Ходила вот к купчихе. Там наша бабочка живет, так обещала взять. Я думала совсем. А она велела на той неделе приходить. А живет далеко. Изморилась и его сердечного замучила. Спасибо, хозяйка, жалеет нас заради Христа на квартире. А то бы и не знала, как прожить. Вздохнула Авдеевича, говорит. А одежи-то теплые, а ли нет? Пора тут родной теплой одежи быть. Вчера платок последний за двух гривен и заложила. Подошла женщина к кровати и взяла ребенка. Авдеевич встал, пошел к стенке, порылся, принес старую поддевку. На, говорит. Хоть и плохая штука, а все пригодится завернуть. Посмотрела женщина на поддевку, посмотрела на старика, взяла поддевку и заплакала. Отвернулся Авдеевич, полез под кровать, выдвинул сундучок, покопался в нем и сел опять против женщины. И сказала женщина, спаси тебя, Христос, дедушка. Наслал, видно, он меня под твое окно. Заморозил бы я детище. Вышло я, тепло было. А теперь, вот как студена завернула. И наставил же он, батюшка, тебя в окно поглядеть и меня горькую пожалеть. Усмехнулся Авдеевич и говорит. И то он наставил. В окно-то я, умница, неспроста гляжу. И рассказал Мартын и солдатке свой сон. И как он голос слышал, что обещался нынешний день Господь прийти к нему. Все может быть, сказала женщина. Встала, накинула поддевку, завернула в нее детище и стала кланяться и опять благодарить Авдеевича. Прими ради Христа, сказала Авдеевича, и подал ей двугривенный платок выкупить. Перекрестилась женщина, перекрестился Авдеевич и проводил женщину. Ушла женщина. Поел Авдеевич, чей, убрался и сел опять работать. Сам работает, а окно помнит. Как потемнеет в окне, сейчас и взглядывает, кто прошел. Проходили и знакомые, проходили и чужие. И не было никого особенного. И вот видит Авдеевич, против самого его окна остановилась старуха, торговка. Несет лукошко с яблоками. Немного уж осталось. Видно, все распродала, а через плечо держит мешок щепок. Набрала, должно быть, где на постройке к дому идет. Да, видно, оттянул ей плечо мешок. Захотела на другое плечо переложить. Спустила она мешок на панель, поставила лукошко с яблоками на столбике. И стала щепки в мешке утрясать. И пока утрясала она мешок, откуда ни возьмись, вывернулся мальчишка в картузе рваном. Схватила из лукошко яблоко и хотел проскользнуть. Да, сметила старуха, повернулась и сапала малого за рукав. Забился мальчишка, хотел вырваться. Да, старуха ухватила его обеими руками. Сбила с него картуз и поймала за волосы. Кричит мальчишка. Ругается старуха. Не поспел Авдеевич шило воткнуть, бросил на пол, выскочил в дверь. Даже на лестницу спотыкнулся и очки уронил. Выбежал Авдеевич на улицу. Старуха малого треплет за вихры и ругает. Городовому везти хочет. Малый отбивается и отпирается. Я, говорит, не брал, за что бьешь, пусти. Стал их Авдеевич разнимать. Взял мальчика за руку и говорит. Пусти его, бабушка, прости его ради Христа. Я его так прощу, что он до новых веников не забудет. В полицию шельмеса сведу. Стал Авдеевич упрашивать старуху. Пусти, говорит, бабушка, он вперед не будет. Пусти ради Христа. Пустила его старуха. Хотел мальчик бежать. Но Авдеевич придержал его. Проси, говорит, у бабушки прощения и вперед не делай. Я видел, как ты взял. Заплакал мальчик. Стал просить прощения. Ну, вот так. А теперь яблоко на вот тебе. Авдеевич взял из лукошка и дал мальчику. Заплачу, бабушка, сказал он старухе. Набалуешь ты их так, мерзавцев. Сказала старуха. Его так наградить надо, чтобы он неделю на задницу не садился. Эх, бабушка, бабушка, сказал Авдеевич. По-нашему-то так. А по-божьему не так. Коли его за яблоко высечь надо. Так с нами-то за наши грехи что сделать надо? Замолчала старуха. И рассказала Авдеевич старухе притчу о том, Как хозяин простил оброчнику весь большой долг его. А оброчник пошел и стал душить своего должника. Выслушала старуха. И мальчик стоял, слушал. Бог велел прощать, сказал Авдеевич. А то и нам не проститься. Всем прощать, а несмысленному-то и поготово. Покачала головой старуха и вздохнула. Так-то так, сказала старуха. Да уж очень набаловались они. Так нам, старикам, и учить их, сказала Авдеевич. Так и я говорю, сказала старуха. У меня самой их семеро было, а одна дочка осталась. И стала старуха рассказывать, где и как она живет у дочери, И сколько у ней внучат. Вот, говорит, сила моя уж какая, а все тружусь. Ребят, внучат жалко, да и хороши внучата-то. Никто меня не встретит, как они. А Ксютка так-то никому и не пойдет от меня. Бабушка, милая бабушка, сердечная. И совсем размякла старуха. Известно, дело ребячье. Бог с ним, сказала старуха на мальчика. Только хотела старуха поднимать мешок на плечи. Подскочил мальчик и говорит, дай я снесу, бабушка, мне по дороге. Старуха покачала головой и взвалила мешок на мальчика. И пошли они рядом по улице. И забыла старуха спросить у Авдеевича деньги за яблоко. Авдеевич стоял и все смотрел на них, и слушал, как они шли, и что-то все говорили. Проводил их Авдеевич и вернулся к себе. Нашел очки на лестнице и не разбились. Поднял шило и сел опять за работу. Поработал немного, да уж стал щетинкой не попадать. И видит, фонарщик прошел, фонари зажигать. Видно, надо огонь засвечать, подумал он. Заправил лампочку, повесил и опять принялся работать. Докончил один сапог совсем, повертел, посмотрел, хорошо. Сложил струмент, смел обрезки, убрал щетинку и концы, и шилье. Снял лампу, поставил ее на стол и достал с полки Евангелия. Хотел он раскрыть книгу на том месте, где он вчера обрезком Сафьяна заложил. Да раскрылась в другом месте. И как раскрыл Авдеевич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает сзади его. Оглянулся Авдеевич и видит, стоят точно люди в темном углу. Стоят люди, они могут разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос, «Мартын! А, Мартын! Или ты не узнал меня?» «Кого?» — проговорил Авдеевич. «Меня!» — сказал голос. «Ведь это я!» И выступил из темного угла Степаныч. Улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало его. «И это я!» — сказал голос. «И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек, и тоже пропали. «И это я!» — сказал голос. «И выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись, и тоже пропали». И радостно стало на душе Авдеича. Перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие. Там, где открылось. И наверху страницы он прочел. «И взалкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». И внизу страницы прочел еще. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея, 25 глава. «И понял Авдеич, что не обманул его сон, что точно приходил к нему в этот день спаситель его, и что точно он принял его». Вражья лепка, а Божья крепка. Жил в старинные времена добрый хозяин. Всего у него было много. И много рабов служило ему. И рабы хвалились господином своим. Они говорили, «Нет под небом господина лучше нашего. Он нас и кормит, и одевает хорошо, и работу дает по силам. Никого словом не оскорбит, и ни на кого зла не держит. Не так, как другие господа своих рабов хуже скотов мучают, и за вину, и без вины казнят, и доброго слова не скажут. Наш нам добра хочет, и добро делает, и доброе говорит нам. Нам лучшего житья не нужно». Так хвалились рабы господином своим. И вот досадно стало дьяволу, что живут хорошо и по любви рабы с господином своим. И завладел дьявол одним из рабов господина этого, алебом. Завладел им, велел ему соблазнять других рабов. И когда отдыхали все рабы и хвалили господина своего, поднял голос алеб и сказал, «Напрасно хвалитесь вы, братцы, добротою господина нашего. Начни угождать дьявол, и дьявол добр станет. Мы нашему господину хорошо служим, во всем угождаем. Только задумывает он, что мы то и делаем, мысли его угадываем. Как же ему с нами добрым не быть? А перестань-ка угождать, да сделайте ему худо. И он такой же, как и все будет, и за зло отплатит злом хуже, чем самые злые господа». И стали другие рабы спорить с алебом. И спорили, и побились об заклад. Взялся алеб рассердить доброго господина. Взялся с тем уговором, что если он не рассердит, то решается своей праздничной одежи. А если рассердит, то обещали ему каждый отдать свою праздничную одежу, и кроме того обещали защитить его от господина, если закуют его в железо или в темницу посадят, то выпустить его. Побились об заклад. И на другое утро обещал алеб рассердить хозяина. Служил алеб у хозяина в овчарне. Ходил за племенными дорогими баранами. И вот на утро, когда пришел добрый господин с гостями в овчарню, и стал им показывать своих любимых дорогих баранов, мигнул дьяволов работник товарищем. Смотрите, сейчас рассержу хозяина. Собрались все рабы, смотрят в двери и через ограду. А дьявол взлез на дерево и смотрит оттуда во двор, как будет ему служить его работник. Походил хозяин по двору, показал гостям овец и ягнят, и захотел показать лучшего своего барана. Хороши, говорят и другие бараны, а вон тот, что с крутыми рогами, тому цены нет. Он для меня глаза дороже. Шарахаются от народа по двору овцы и бараны, и не могут рассмотреть гости дорогого барана. Только остановится этот баран, так дьяволов работник, как будто ненароком, пугнет овец, и опять все смешается. Не могут разобрать гости, который бесценный баран. Вот наскучило это хозяин, он и говорит, «Алеп, друг любезный, потрудись ты, поймай осторожно лучшего барана с крутыми рогами и подержи его». И только сказал это хозяин, бросился Алеп, как лев, в середину баранов и ухватил бесценного барана за волну. Ухватил за волну и тотчас перехватил одной рукой за левую заднюю ногу, поднял ее, и прямо на глазах хозяина рванул ногу кверху, и хрустнула она, как лутошка. Сломал Алеп дорогому барану ногу ниже колена. Заблеял баран и упал на переднее колено. Перехватил Алеп за правую ногу, а левая вывернулась и повисла, как плеть. Ахнули и гости, и рабы все. И зарадовался дьявол, когда увидел, как умно сделал его дело Алеп. Стал чернее ночи хозяин, нахмурился, опустил голову и не сказал ни слова. Молчали гости и рабы. Ждали, что будет. Помолчал хозяин, потом отряхнулся, будто с себя скинуть что хочет. Поднял голову и уставился в небо. Недолго смотрел он, и морщины разошлись на лице. И он улыбнулся. Он поглядел на Алепа и сказал, «О, Алеп, Алеп! Твой хозяин велел тебе меня рассердить. Да мой хозяин сильнее твоего, и ты не рассердил меня. А рассержу же я твоего хозяина. Ты боялся, что я накажу тебя, и ты хотел быть вольным. Алеп, так знай же, что не будет тебе от меня наказание, а хотел ты быть вольным. Так вот, при гостях моих отпускаю тебя на волю. Ступай на все четыре стороны, возьми свою праздничную одежду». И пошел добрый хозяин с гостями своими домой. А дьявол заскрежетал зубами, свалился с дерева и провалился сквозь землю. Девчонки умнее стариков. Святая была ранняя. Только на санях бросили ездить. На дворах снег лежал, и по деревне ручьи текли. Натекла промежду двух дворов проулки из-под навоза лужа большая. И собрались к этой луже две девчонки из разных дворов. Одна поменьше, другая постарше. Обеих девчонок матери в новые сарафаны одели. На маленькой синий, а на большенькой желтый с разводами. Обеих красными платками повязали. Вышли девочки после обедни к луже. Показали друг дружке свои наряды и стали играть. И захотелось им побрызгаться в воде. Полезла была маленькая в башмачках в лужу. А старшенька и говорит, «Не ходи, малаша, мать заругается. Дай я разуюсь, и ты разуйся». Разулись девчонки, подобрались и пошли по луже друг дружке на встречу. Вошла малашка по щиколотку и говорит, «Глубоко, акулюшка, я боюсь». «Ничего, — говорит, — глубже не будет. Иди прямо на меня». Стали сходиться. Акулька и говорит, «Ты, малаша, смотри, не брызжи, а потихонечку». Только сказала, а малашка болтых ногой по воде прямо на акульке сарафан брызнула. Сарафан забрызгала и на нос, и в глаза попала. Увидала акулька на сарафане пятна, раздосадовалась на малашку, разругалась, побежала за ней, хотела побить. Испугалась малашка, видит, что беду наделала, выскочила из лужи и побежала домой. Шла мимо акулькина мать. Увидала на дочке сарафан забрызган, и рубаха запачкана. «Где ты, подлая, извоздалась?» Меня малашка на ротше забрызгала. Схватила акулькина мать, малашку ударила ее по затылку. Завыла малашка на всю улицу. Вышла малашкина мать. «За что бьешь мою?» Стала соседку бронить. Слово за слово разругались бабы. Повыскочили мужики, собрались на улицу, куча большая. Все кричат, никто друг друга не слушает. Бронились, бронились, один другого толкнул, совсем была завязалась драка. Доступилась старуха акулькина бабка. Вышла в середину мужиков, стала уговаривать. «Что вы, родные? Такие ли дни? Надо радоваться, а вы такой грех затеяли!» Не слушает старуху, чуть сам ее с ног не сбили. И не уговорила бы их старуха, кабы не акулька с малашкой. Пока бабы перекорялись, затерла себе акулька сарафанчик, вышла опять на проулок к луже. Подняла камешек и стала у лужи землю ковырять, чтобы на улицу воду спустить. Пока она ковыряла, подошла и малашка стала ей подсоблять, тоже щепкой канаву разводить. Мужики только драться начали, а у девчат по канавке вода прошла на улице и в ручей. Пустили девчата в воду щепочку. Понесло щепочку на улицу, прямо на то место, где старуха мужиков разнимала. Бегут девчонки одна с одного боку, другая с другого боку ручья. «Держи, малаша, держи!» – кричит акулька. Малаша тоже что-то сказать хочет, да не выговорит от смеха. Бегут так девчата, да на щепку смеются, как она по ручью ныряет. И сбежали прямо в середку мужиков. Увидала их старуха и говорит мужикам, «Побойтесь вы Бога! Вы, мужики, из-за этих самых девчат драться связались, а они давно все забыли, опять по любви вместе сердечной играет. Умнее они вас!» Посмотрели мужики на девчат, и стало им стыдно. А потом засмеялись сами на себя мужики и разошлись по дворам. «Аще не будете, как дети, не войдете в Царствие Божие!» Свечка, вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб!» А я говорю вам, «Не противься злому!» Матфея 5, 38-39 «Было это дело при господах!» Всякие были господа! Были такие, что смертный час и Бога помнили, и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты. Но хуже не было начальников, как из крепостных, как из грязи, да попали в князи. И от них-то хуже всего житья было. Завелся такой приказчик в господском имении. Крестьяне были на барщине, земли было много, и земля была добрая. И воды, и луга, и леса всего бы всем достало, и барину, и мужикам. Да поставил барин приказчиком своего дворового из другой вотчины. Забрал приказчик власть и сел на шею мужикам. Сам он был человек семейный, жена и две дочери замужем. И нажил уж он денег, жить бы дожить ему без греха. Да завидлив был и завяз в грехе. Началось с того, что стал он мужиков сверх дней на барщину гонять. Завел кирпичный завод. Всех и баб, и мужиков поморил на работе, а кирпич продавал. Ходили мужики к помещику в Москву жаловаться, да не вышло их дело. Ни с чем отослал мужиков и не снял воли с приказчика. Прознал приказчик, что ходили мужики жаловаться и стал им зато вымещать. Еще хуже стало житье мужикам. Нашлись из мужиков неверные люди, стали приказчику на своего брата доносить и друг дружку подводить. Испутался весь народ и обозлился приказчик. Дальше да больше. И дожил приказчик до того, что стал его народ бояться, как зверя лютого. Проедет по деревне, так все от него, как от волка, хоронятся, кто куда попало, только бы на глаза не попадаться. И видел это приказчик, и еще пуще злился за то, что боятся его. И битьем, и работой донимал народ. И много от него муки приняли мужики. Бывало, что и изводили таких злодеев. И про этого стали поговаривать мужики. Сойдутся где в сторонке, кто посмелее, и говорит, «Долго ли нам терпеть, злодея нашего? Пропадать заодно, такого убить не грех». Собрались раз мужики в лесу, да святой. Лес господский послал приказчик подчищать. Собрались в обед, стали толковать. Как нам, говорят, теперь жить? Изведет он нас до корня, замучил работой, ни дня, ни ночи, ни нам, ни бабам отдыха нет. А чуть, что не по нем, придерется, порет. Семен от его паронья помер, Анисима в колодках замучил. Чего же еще нам дожидать? Приедет вот сюда вечером, станет опять озорничать. Только сдернуть его с лошади, пристукнуть топором, да и делу конец. Зарыть где, как собаку и концы в воду, только уговор. Всем стоять заодно не выдавать. Говорил так Василий Минаев. Пуще всех он был зол на приказчика. Порол он его каждую неделю и жену у него отбил, к себе в кухарке взял. Поговорили так мужики. И приехал на вечер приказчик. Приехал верхом. Сейчас придрался, что не так рубят. Нашел в куче липку. Я, говорит, не велел рубить липы. Кто срубил? Сказывай, то всех запорю. Стал добираться, в чем ряду липы, показали на Сидора. И сколотил приказчик Сидора все лицо в кровь. Отхлестал и Василия татаркой за то, что куча мала. Поехал домой. Сошлись опять вечером мужики и стал говорить Василий. Эх, народ! Не люди, а воробьи! Постоим, постоим! А пришло дело, все под застреху. Так-то воробьи против ястреба собирались. Не выдавать, не выдавать! Постоим, постоим! А как налетел, все по крапиве. Так-то и ястреб ухватил такого, какого ему надо-то. Поволок! Выскочили воробьи! Чивик, чивик! Не досчитывается одного. Кого нет, Ваньки? Эх, туда ему и дорога! Он того и стоит! Так-то и вы! Не выдавать, так не выдавать! Как он взялся за Сидора, вы б его сгрудились, да и покончили! А то не выдавать, не выдавать! Постоим, постоим! А как налетел, так и в кусты! Стали так говорить чаще и чаще, и совсем собрались мужики уходить приказчика. Повестил на Страстной приказчик мужикам, чтобы готовились на святой барщину под овес пахать. Обидно это показалось мужикам, и собрались они на Страстной у Василья на задворке, и опять стали толковать. Коли он Бога забыл, говорят, и такие дела делать хочет, нам и вправду его убить, пропадать заодно. Пришел к ним и Петр Михеев, смирный был мужик Петр Михеев, и не шел в совет с мужиками. Пришел Михеев, послушал их речи и говорит, грех вы, братцы великие, задумали, душу погубить великое дело, чужую душу погубить легко, да своей-то каково. А он худо делает, перед ним худое, терпеть, братцы, надо. Рассердился на эти речи Василий, заладил, говорит одно, грех человека убить, известный грех, да какого, говорит, человека, грех человека доброго убить, а такого собаку и Бог велел. Собаку бешеную убить надо, людей жалеючи, не убить его грех больше будет, что он людей перепортит, а мы хоть и пострадаем так за людей, нам люди спасибо скажут, а с людьми-то распусти, он всех перепортит, пустое ты, Михеич, толкуешь, что ж, разве меньше грех будет, как в Христов праздник, все работать пойдем, ты сам не пойдешь, и заговорил Михеич, а чего не пойти, говорит, пошлю ты, пахать поеду, не себе, а Бог узнает, чей грех, только нам бы его не забыть. Я, говорит, братцы, не свое говорю, как бы нам показано было зло злом изводить, так бы нам и от Бога закон лежал, а то нам другое показано, ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить не мудро, да кровь к душе липнет, человека убить, душу себе окровенить, ты думаешь, худого человека убил, думаешь, худо извел, ан, глядь, ты в себе худо, злее того завел, покорись беде, и беда покорится. Так и не договорились мужики, разбились мыслями. Одни так думают по Васильевым речам, другие на Петровой речи соглашаются, чтобы не заводить греха, а терпеть. Отпраздновали мужики первый день воскресенья. На вечер приходит староста с земским с барского двора и сказывает, Михаил Семенович, приказчик, велел на завтра наряжать мужиков, всем пахать под овез. Обошел староста с земским деревню, повестил всем на завтра выезжать пахать, кому за реку, кому от большой дороги. Поплакали мужики, а слушаться не смеют. На утро выехали с сохами, принялись пахать. В церкви благо вестят к ранней обедни, народ везде праздник справляет, мужики пашут. Проснулся Михаил Семенович, приказчик, не рано, пошел по хозяйству, убрались, нарядились, домашняя жена, дочь вдовая к празднику приехала. Запряг им работник тележку, съездили к обедни, вернулись. Поставила работница самовар, пришел и Михаил Семенович, стали чай пить. Напился Михаил Семенович чаю, закурил трубку, позвал старосту. Ну что, мол, поставил мужиков на пахоту? Поставил, Михаил Семенович. Что, все выехали? Все выехали, я их сам расставлял. А расставить-то расставил, да пашут ли. Поезжай, посмотри, да скажи, что я после обеда приеду, чтоб десятину на две сахи выпахали, да что упахали хорошо. Если я грех найду, я на праздник не посмотрю. Слушаюсь. И пошел было старост, да Михаил Семенович вернул его, вернул его Михаил Семенович, а сам мнется, хочет что-то сказать, да не знает как, помялся, помялся, да и говорит, да вот что. Послушай ты еще, что они, разбойники, говорят про меня? Кто ругает и что говорит, все мне расскажи. Я их разбойников знаю, не люблю им работать, только бы на боку лежать, лодорничать, жрать да праздновать, это они любят, а того не думают, что пахоту пропустишь, опоздаешь. Так вот ты, отслушай от них речи, кто что скажет, все мне передай. Мне это знать надо. Ступай, да смотри, все расскажи, ничего не утаивай. Повернулся староста, вышел, сел верхом и поехал к мужикам в поле. Услыхала приказчица мужниной речи с старостой, пришла к мужу и стала его просить. Приказчица была женщина смирная, и сердце в ней было доброе, где могла усмиряла мужа и застаивала перед ним мужиков. Пришла она к мужу и стала говорить, друг ты мой, Мишенька, говорит, для великого дня, праздника Господня, не греши ты ради Христа, отпусти мужиков. Не принял Михаил Семен из Жениных речей, только засмеялся на нее, али, давно, говорит, по тебе плетка не гуляла, что ты больно смело стала, не в свое дело вяжешься. Мишенька, друг ты мой, я сон про тебя видела нехороший, послушай ты меня, отпусти мужиков. То-то, говорит, я и говорю, видно, жиру много наела, думаешь, и плеть не проймет, смотри. Рассердился Семенович, ткнул жену трубкой с огнем в зубы, прогнал от себя, велел обед подавать. Поел Михаил Семенович студню, пирога, щей со свининой, поросенка жареного, лапши молочной, выпил наливки вишневой, закусил сладким пирогом, позвал кухарку, посадил ее песни играть, а сам взял гитару и стал подыгрывать. Сидит Михаил Семенович с веселым духом, отрыгивается, на струнах перебирает и с кухаркой смеется. Вошел староста, поклонился и стал докладывать, что на поле видел. Ну что, опашут? Да пашут урок. Уж больше половины спахали. А грехов нет? Не видал, хорошо пашут, боятся. А что, разборка земли хороша? Разборка земли мягкая, как мак рассыпается. Поболчал приказчик. Ну а, что про меня говорят? Ругают? Замялся было староста, довелел Михаил Семенович всю правду говорить. Все говори, ты не свои слова, их не говорить будешь. Правду скажешь, я тебя награжу. А покроешь их? Не взыщи, выпарю. Эй, Катюша, подай ему водки стакан для смелости. Пошла кухарка, поднесла старости. Поздравил староста, выпил, обтерся и стал говорить. Все одно думает, не моя вина, что не хвалят его. Скажу правду, коли он велит. И осмелился староста и стал говорить. Ропщит, Михаил Семенович, ропщит. Да что говорят, сказывай. Одно говорят, он Богу не верует. Засмеялся приказчик. Это, говорит, кто сказал? Да все говорят, говорят, он, мол, нечистому покорился. Смеется приказчик. Это, говорит, хорошо. Да ты порознь расскажи. Кто что говорит-то? Васька, что говорит? Не хотелось старости сказывать на своих. Да с Василием у них давно вражда шла. Василий, говорит, пусть все всех ругает. Да что говорит-то? Ты сказывай. Да и сказывать страшно. Не миновать, говорит, ему беспокаянной смерти. Ай, молодец, говорит. Да что же он затевает, зевает-то, не убивает-то? Видно, руки не доходят. Ладно, говорит, Васька, посчитаемся мы с тобой. Ну, атишка-собака, тоже я чай? Да все худо, говорят. Да что говорят-то? Да повторять-то гнусно. Да что гнусно-то? Ты не робей сказывать. Да говорят, чтоб у него пузо лопнуло и утроба вытекло. Обрадовался Михаил Семенович, захохотал даже. Посмотрим, у кого прежде вытекет. Это кто же? Тишка? Да никто доброго не сказал. Все ругают, все грозятся. Ну, а Петрушка Михеев что? Что он говорит? Тоже говняк, ругается я чай. Нет, Михаил Семенович, Петра не ругается. Что же он? Да он из всех мужиков один ничего не говорил. И мудреный он мужик, подивился я на него, Михаил Семенович. А что? Да что он сделал? И все мужики дивятся. Да что сделал-то? Да уж чудно очень. Стал я подъезжать к нему. Он на косой десятине у Туркина верха пашет. Стал я подъезжать к нему, слышу, поет кто-то. Выводит тонко, хорошо так. А на сахе промеж обжи что-то светится. Ну? Светится ровно огонек. Подъехал ближе, смотрю, свечка восковая пятикопеечная приклеена к распорке и горит, и ветром не задувает. А он в новой рубахе ходит, пашет и поет стихи воскресные. И заворачивает, и отрихает, а свечка не тухнет. Отряхнул он при мне, переложил палец, завел саху, все свечка горит, не тухнет. А сказал что? Да ничего не сказал, только увидел меня, похристосовался и запел опять. Что же говорил ты с ним? Я не говорил, а подошли тут мужики и стали ему смеяться. Вон, говорят, Михеич, век греха не отмолит, что он на святой пахал. Что же он сказал? Да он только сказал, на земле мир в человеческих благоволения. Опять взялся за саху, тронул лошадь и запел тонким голосом, а свечка горит и не тухнет. Перестал смеяться приказчик, поставил гитару, опустил голову и задумался. Посидел, посидел, прогнал кухарку, старосту и пошел за занавес. Лег на постель и стал вздыхать, стал стонать, ровно воссо снопами едет. Пришла к нему жена, стала его разговаривать. Не дал ей ответа, только ей сказал, победил он меня, дошло теперь и до меня. Стала его жена уговаривать. Да ты поезжай, отпусти их, авось ничего, какие дела делал, не боялся, а теперь чего ж так, корабел. Пропал я, говорит, победил он меня, крикнула на него жена. Заладила одно, победил, победил, поезжай, отпусти мужиков, вот и хорошо будет. Поезжай, я велю лошадь оседлать. Привели лошадь и уговорила приказчица мужа ехать в поле, отпустить мужиков. Сел Михаил Семенович на лошадь и поехал в поле. Выехал в околицу, отворила ему ворота баба, въехал в деревню. Как только увидал народ приказчика, похоронились все от него, кто во двор, кто за угол, кто за огороды. Проехал всю деревню приказчик, подъехал к другим выездным воротам. Ворота заперты, а сам с лошади отворить не может. Покликал, покликал приказчик, чтобы ему отворили, никого не докликался. Слез сам с коня, отворил ворота и стал в воротищах опять садиться. Вложил ногу в стремя, поднялся, хотел на седло перекинуться. Да испугалась лошадь, свиньи, шарахнулась в чистокол. А человек был грузный, не попал на седло и перевалился пузом на чистокол. А один был только в чистоколе кол, заостренный сверху, да и повыше других. И попадил он пузом прямо на этот кол и пропорол себе брюхо, свалился на земь. Приехали мужики с пахоты, фыркают, не идут лошади в ворота. Поглядели мужики, лежит навзничь Михаил Семенович, руки раскинул, и глаза остановились. И нутро все на землю вытекло, и кровь лужей стоит, земля не впитала. Испугались мужики, повели лошадей за даме. Один Петр Михеевич слез, подошел к приказчику, увидал, что помер. Закрыл ему глаза, запряг телегу, взвалил с сыном мертвого в ящик и свез к барскому дому. Узнал про все дела барин и от греха отпустил мужиков на оброк. И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила Божия. Три старца. Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Евангелие от Матфея, 6 глава, 7-8 стихи. Плыл на корабле архиерей из Архангельска, города в Соловецкие. На том же корабле плыли богомольцы к угодникам. Ветер был попутный, погода ясная, не качала. Богомольцы, которые лежали, которые закусывали, которые сидели кучками, беседовали друг с дружкой. Вышел и архиерей на палубу, стал ходить взад и вперед по мосту. Подошел архиерей к носу, видит, собралась кучка народа. Мужичок показывает что-то рукой в море и говорит, а народ слушает. Остановился архиерей, посмотрел, куда показывал мужичок. Ничего не видно, только море на солнце блестит. Подошел поближе архиерей, стал прислушиваться. Увидал архиерея мужичок, снял шапку и замолчал. Увидал и народ архиерея, тоже сняли шапки, почтение сделали. Не стесняйтесь, братцы, сказал архиерей. Я тоже послушать подошел, что ты, добрый человек, рассказываешь. Да вот, про старцев нам рыбачок рассказывал, сказал один купец посмелее. Что про старцев, спросил архиерея. Подошел к борту и присел на ящик. Расскажи мне, я послушаю, что ты показывал. Да вот островок мой ящик, сказал мужичок, и показал вперед, в правую сторону. На этом самом островке и старцы живут, спасаются. Где же островок, спросил архиерей. Вот, по руке-то моей, извольте смотреть, вон облачко, так полевее его вниз, как полоска виднеется. Смотрел, смотрел архиерей, рябит вода на солнце, и не видать ему ничего без привычки. Не вижу, говорит. Так, какие же тут старцы на островке-то живут? Божьи люди, ответил крестьянин. Давно уж я слыхал про них, да не доводилось видеть. А вот за прошлым летом сам видел. И стал опять рассказывать рыбак, как ездил он за рыбой, и как прибило его к острову, к этому, и сам не знал, где он. Поутру пошел ходить и набрел на земляночку, и увидел у земляночки одного старца, а потом вышли еще два. Покормили, обсушили его, и помогли лодку починить. «Какие же они из себя?» спросил архиерей. «Один махонький, сгорбный, совсем древний, врядски старенький, должно годов больше ста. Седина в бороде уж зеленеть стала. А сам все улыбается, и светлый, как ангел небесный. Другой ростом повыше, тоже стар, в кафтане рваном, борода широкая, седая, с желтизной. А человек сильный, лодку мою перевернул, как ушат, не успел я и подсобить ему. Тоже радостный. А третий высокий, борода длинная до колены, белая, как лунь. А сам сумрачный, брови на глаза висят, и ногой весь, только рогожкой опоясан. «Что же они говорили с тобой?» спросил архиерей. «Все больше молча делали, и друг с дружкой мало говорят. А взглянет один, а другой уж понимает. Стал я высокого спрашивать, давно ли они живут тут?» Нахмурился он, что-то заговорил, рассердился точно. «Да древний маленький сейчас его за руку взял, улыбнулся и затих большой. Только сказал древний, помилуй нас, и улыбнулся. Пока говорил христиан, кораблищ его ближе подошел к островам. «Вот теперь вовсе видно стало», сказал купец. «Вот, извольте посмотреть ваше предсвященство», сказал он, показывая. Архиерей стал смотреть, и точно. Увидал черную полоску, островок. Посмотрел, посмотрел архиерей, и пошел прочь от носа к корме, подошел к кормчему. «Какое это островок, говорит, тут виднеется?» «А так, безымянно, их много тут». «Что, правда, говорят, тут старцы спасаются?» «Говорят, ваше предсвященство, да не знаю, правда ли. Рыбаки, говорят, видали. Да тоже, бывает, и зря болтают». «Я желаю пристать к острову, повидать старцев», сказал архиерей. «Как это сделать?» «Кораблем подойти нельзя», сказал кормчий. «На лодке можно, да надо старшова спросить». Вызвали старшова. «Хотелось бы мне посмотреть этих старцев», сказал архиерей. «Нельзя ли свести меня?» Стал старшой отговаривать. «Можно-то можно, да много времени проведем, и осмелюсь заложить вашему предсвященцу, не стоит смотреть на них. Слыхал я от людей, что совсем глупые старики эти живут, ничего не понимают и ничего ей говорить не могут, как рыбы, какие морские». «Я желаю», сказал архиерей, «я заплачу за труды. Свезите меня». Нечего делать. Распорядились корабельщики, переладили паруса, повернул кормчий корабль, поплыли к острову. Вынесли архиерею стул на нос. Сел он и смотрит. И народ весь собрался к носу, все на острову глядят. И у кого глаза повострее, уж видят камни на острове и землянку показывают. А один уж и трех старцев разглядел. Вынес старшую трубу, посмотрел в нее, подал архиерею. «Точно», — говорит, «вот на берегу поправей камня большого три человека стоят». Посмотрел архиерей в трубу, навел куда надо. Точно. Стоят трое. Один высокий, другой пониже, а третий вовсе маленький. Стоят на берегу, за руки держатся. Подошел старшой к архиерею. «Здесь, ваше преосвященство, остановиться кораблю надо. Если уж угодно, так отсюда на лодке вы и извольте съездить, а мы тут на якорях постоим». Сейчас распустили тросо, кинули якорь, спустили парус, дернуло, зашаталось судно. Спустили лодку, соскочили грибцы и стали спускать архиерей по лесенке. Спустился архиерей, сел на лавочку в лодке, ударили грибцы, в весла поплыли к острову, подплыли, как камень кинуть. Видят, стоят три старца, высокий ногой, рогожкой опоясом, пониже в кафтане рваном, и древненький, сгорбленный, в рязке старенькой, стоят все трое, за руки держатся. Причалили грибцы к берегу, засыпились багром. Вышел архиерей. Поклонились ему старцы, благословил он их, поклонились они ему еще ниже. И начал им говорить архиерей. Слыхал я, говорит, что вы здесь, старцы Божии, спасаетесь, за людей Христу Богу молитесь. А я здесь, по милости Божьей, недостойный раб Христов, его пасту пасти призван. Так хотел и вас, рабов Божьих, повидать, и вам, если могу, поучение подать. Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают. Скажите мне, как вы спасаетесь, и как Богу служите? Сказал архиерей. Вздохнул средний старец и посмотрел на старшего, на древнего. Нахмурился высокий старец и посмотрел на старшего, на древнего. И улыбнулся старший, древний старец, и сказал, не умеем мы, раб Божий, служить Богу, только себе служим, себя кормим. Как же вы Богу молитесь? Спросил архиерей. И древний старец сказал, молимся мы так, трое вас, трое нас, помилуй нас. И как только сказал этот древний старец, подняли все три старца глаза к небу, и все трое сказали, трое вас, трое нас, помилуй нас. Усмехнулся архиерей и сказал, это вы про святую Троицу слышали, да не так вы молитесь. Полюбил я вас, старцы Божии, вижу, что хотите вы угодить Богу, да не знаете, как служить Ему. Не так надо молиться, а слушайте меня, я научу. Не от себя буду учить вас, а из Божьего Писания научу тому, как Бог повелел всем людям молиться Ему. И начал архиерей толковать старцам, как Бог открыл себя людям, растолковал им про Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого и сказал, Бог Сын сошел на землю людей спасти и так научил всех молиться. Слушайте и повторяйте за мной. И стал архиерей говорить, Отче наш. И повторил один старец, Отче наш. Повторил и другой, Отче наш. Повторил и третий, Отче наш. Иже и си на небесех. Повторили и старцы, Иже и си на небесех. Да запутался в словах средний старец, не так сказал, не выговорил. И высокий ногой старец, Ему усы, Рот заросли, Не мог чисто выговорить. Невнятно прошамкал И древний беззубый старец. Повторил еще раз архиерей, Повторили еще раз старцы. И присел на камушек архиерей, И стали около него старцы, И смотрели ему в рот, И твердили за ним, Пока он говорил им. И весь день до вечера Протрудился с ними архиерей, И десять, и двадцать, и сто раз Повторял одно слово, И старцы твердили за ним. И путались они, И подправлял он их, И заставлял повторять сначала. И не оставил архиерей старцев, Пока не научил их всей молитве Господней. Прочли они ее за ним, И прочли сами. Прежде всех понял средний старец, И сам повторил ее всю. И велел ему архиерей Еще и еще раз сказать ее, И еще повторить, И другие прошли всю молитву. Уж смеркать все стало, И месяц из моря всходить стал, Когда поднялся архиерей Ехать на корабль. Простился архиерей с старцами, Поклонились они ему все в ноги. Поднял он их, И облобызал каждого. Велел им молиться, Как он научил их, И сел в лодку, И поплыл к кораблю. И плыл к кораблю архиерей, И все слышал, Как старцев три голоса громко Твердили молитву Господню. Стали подплывать к кораблю, Не слышно уже стало голоса, Голоса старцев. Но только видно было, При месяце стоят на берегу, На том же месте. Три старца, Один поменьше, Всех посередине. А высокий, Справый, А средний, С левой стороны. Подъехал архиерей к кораблю, Зашел на палубу, Вынули якорь, Подняли паруса, Надуло их ветром, Сдвинуло корабль, И поплыли дальше. Прошел архиерей на корму, И сел там, И все смотрел на островок. Сначала видны были старцы, Потом скрылись из вида, Виднелся только островок, Потом островок скрылся, Одно море играло на месячном свете. Улеглись богомольцы спать, И затихло все на палубе. Но не хотелось спать архиерею, Сидел он один на корме, Глядел на море, Туда, где скрылся островок, И думал о добрых старцах, Думал о том, Как радовались они тому, Что научились молить, И благодарил Бога за то, Что привел он его Помочь Божьим старцам, Научить их Слову Божию. Сидит так архиерей, Думает, глядит в море, В ту сторону, Где островок скрылся, И рябит у него в глазах, То тут, то там, Свет по волнам заиграет, Вдруг веет, Блестит и белеется, А что-то в столбе месячном, Птица или чайка, Или парусок на лодке белеется. Пригляделся архиерей, Лодка, думает, На парусе за нами бежит, Да скоро уж очень нас догоняет, То далеко, далеко было, А вот уж и вовсе виднеется близко, И лодка, не лодка, На парус не похоже, А бежит что-то за нами, И нас догоняет. И не может разобрать архиерей, Что такое лодка, не лодка, Птица, не птица, Рыба, не рыба, На человека похоже, Да велико очень, Да нельзя человеку средь моря быть. Поднялся архиерей, Подошел к корме. Погляди, говорит, что это? Что это, братья, Что это, спрашивает архиерей? А уж сам видит, Бегут по морю старцы, Белеют и блестят их седые бороды, И как к стоячему кораблю приближаются. Оглянулся кормщий, ужаснулся, Бросил руль и закричал громким голосом, Господи, старцы за нами по морю, Как по суху бегут. Услыхал народ, поднялся, Бросились все к корме, Все видят, бегут старцы, Рука с рукой держится, Крайние руками машут, Остановиться и релят. Все три по воде, Как по суху бегут, И ног не передвигают. Не успели судно остановить, Как поравняли старцы с кораблем. Подошли под самый борт, Подняли голову И заговорили в один голос, Забыли, раб Божий, Забыли твое учение, Пока твердили, помнили, Перестали на час твердить, Одно слово выскочили, забыли, Все рассыпалось, Ничего не помним, Научи опять. Перекрестился архиерей, Перегнулся к старцам и сказал, Доходно до Бога и ваша молитва, Старцы Божии, Не мне вас учить, Молитесь за нас, грешных. И поклонился архиерей в ноги старцам. И остановились старцы, Повернулись и пошли назад по морю. И до утра видно было сияние с той стороны, Куда ушли старцы. Прозрел С Петром Ивановичем Тюрином Случилась какая-то перемена. Еще с осени он стал молчалив, Редко показывался в люди, Часто замолкал среди разговоров, Отвечал не в попад, Словно был занят своей особой думой. На Новый год он закрыл торговлю вином, Которая много лет давала ему хороший барыш. У него остались только хлебные лабазы И мелочная лавка. Да и в то он вместо табаку Завел продажу книг. А за выручку в лавке встал сам. Петр Иванович удивились товарищи купцы, Что это осталось с тобою? Бросил доходную торговлю, На старости лет именитый купец Сам полез за прилавок, Наклал книжек на полку. У нас испокон веку не видно В городе такого товара. То-то и горе наше, Отвечал Тюрин, Что всякого товара у нас много, А этого книг нет и в заводе. Спичек, цвечки, керосину, Чтобы осветить комнаты вечером, Везде найдешь. А свету для души, Доброго слова, Разумной книги, В ином месте и на сотню верст не сыщешь. Я в последнее время много думал над нашей жизнью, И дивлюсь, Как мы еще хуже не живем. Совсем ведь слепые мы все. Впрочем, слепой попросит, Его зрячие выведут на дорогу, А нам в духовной слепоте И проводника негде найти. Поторкается, Поторкается иной в одну, Другую сторону, Нет выхода, Но и махнет рукой, Скажет, Видно не про нас свет и правда на земле. К примеру, сказать, Как вам покажется такой случай? С осени начал я дома обучать своего парнишку. Понадобились учебники. Учитель составил список. Поехал я в Москву за товаром, Захватил и список. Захожу в Москве в книжный магазин. Приказчиков человек десяток, Книг разных, видимо, невидимо. За одними зеркальными стеклами На окнах лежат целая сотня. Пока приказчик отбирал мне книги, В магазин вошел мужичок. Чего тебе, любезный? Спрашивают продавцы. Евангелие бы мне, Книгу, Слово Божие. У нас нет. Как нет? Сколько всяких книг О главной книге Христовой нет? Где же тогда она есть? Ступай вот напротив в магазин, Там спроси. Был, говорят, нет, к вам послали. У нас тоже нет. Мы торгуем только учеными И учебными книгами. А это Евангелие. Какая же книга, девица-мужик? Разве это не учебник? Чего же еще важнее учебника? Где же и учиться Божьей жизни, Как не в Евангелии? Ну-ну, не разговаривай. Сказано нет, значит и нет. Иди себе с Богом. Мужик вышел. Мне завернули книги, Я пошел за ним. Он шел, растерянно, Разводя руками и бормоча про себя. Ну и дела. По всей Москве не сыскать книги, Слово Божие. Эвося, пятийных сколько? На каждом углу. Так и манят, Милости просим. А Евангелие? Полдень ищу, И сыскать не могу. Я завернул за угол, Но мужик у меня не шел из головы. Что же это в самом деле За порядки такие, Думал я, Христианская страна, Народ крещен чуть не тысячу лет, А мужику за словом Христом Приходится ехать в Москву, Да и там найти не может. Неужели нельзя сделать так, Чтобы Евангелие продавалось Везде, во всяком храме, В каждой ловчонке, В почтовой конторе, В волосном правлении, На станциях железных дорог? Иду я так, думаю, А в голову новая мысль, Кого же это я сужу? А сам-то я разве так же не торговец? Тридцать лет всякой всячиной торгую, С одного хлеба в лабазах Большие тысячи нажил, А слово Божие, Хлеба духовного Ни на рубль не продал. Все дела на Москве справил, Пора домой ехать, Не могу, Чувствую, что я чего-то не сделал, И не сделал важного. Думаю, не забыл ли я чего-нибудь, Стал перебирать все, Что сделал за день, Понял, Надо взять с собой Евангелие для продажи. С большим трудом Разыскал склад книг Священного Писания, Купил сотню новых заветов, Привез домой, Дал приказчику в лавке, И говорю, Положи под прилавок, При случае зайдет разговор, Предлагай покупателям, Скажи, У нас где хозяин привез Сотнюю книг, Слово Божие. Прошла неделя, Сижу как-то в лавке, Чай пью. Продал хоть одну книгу, Спрашиваю приказчика, Нет, А вот табаку надо выписать, Смотрите, Полки совсем опустили. При этих словах Меня словно осенило свыше. Книги, Слово Божие, Не продали ни одной, А пачек табаку За неделю разошлись сотни. Нет ли и моей тут вины, Думаю про себя, Табак-то вон лежит На видном месте под стеклом, Пачки с картинками разложены, Красиво, Сами лезут в глаза, Манят покупателя, Товар так и кричит, Купи, Купи меня, Попробуй, М-м-м. И вангелии же Лежат под прилавком, Это не дело. На табаку людей Охота и без приманки есть, А охоту к слову Божию Надо еще пробудить. Люди за словом Божием не идут, Надо сделать, Чтобы оно само шло к ним. Велел освободить табачный шкафчик, Разложил там по полкам Евангелие. На другой же день Продали несколько штук. Зайдет один другой покупатель. Это что такое в шкафу? Евангелие? Дайте посмотреть. Посмотрят, посмотрят, Кое-кто и купит. Стали в базарный день Заходить мужики, В месяц разобрали сотню, Берут, И все спасибо говорят. Никогда у меня раньше Такой радости от торговли не было. Передаю книгу и думаю, Вот еще зажжется искорка В непроглядной мгле. Зашел раз мужик, В больших летах старик. Сказывает господин купец, Евангелие есть у тебя. Дай-кася мне эту Божью книгу. Много лет на свете прожил, Много всякой погони в руках держал, Многое непутево слышал. О Христовой книге у себя В доме не только может читать Али слышать, А и видеть не доводилось. Сын солдат на службе был, Обучился грамоте, Пусть считает нам всем в избе. Тошно уж больно от нашей темноты. Думается, слово-то Божье, Как гроза, Всякую духоту очистит. Спасибо тебе, Что завел такую торговлю. С этим товаром не обанкрутишься. Господь, брат, тебе Свои проценты заплатит. Выписал еще сотню новых заветов, Да заодно прихватил и других Добрых, разумных книг. Торговля пошла ходка. Только продавать-то книги я продаю, А сам чаще и чаще задумываюсь. Как же это так? Радуешь, что другие от меня Свет домой несут. А сам в книгу Света Еще ни разу не заглянул. Всякий другой товар Расхвалить могу, Зная его добротность и цену. А в этом совсем не сведущ. Начал читать. Сначала ничего. Потом все больше и больше Стало захватывать. Все равно, как в неведомую Диковинную страну зашел. И то любо, и другое интересно, И на третье манит. А в голове Мыслей куча. И все одна другой светлей. Словно птицы по весне И с теплой стороны стаи прилетели. Иное место прочитаешь Пять-десять строк. А дум хватит на неделю. Так-то, друзья мои, От чтения Слова Божия Все мое нутро перевернулось. Понял я, что значат слова Христовы. Я истина, путь и жизнь. И впрямь. Только подумать. Почитай, шестьдесят лет прожил. А спроси, для чего жил? Копил капитал, страдания принимал. А сказать нечего. Живу и живу, как все. А спроси, что же дальше-то? Ну, ясное дело, Старость, немощи, болезни Прилепятся всякие. А там и смертонька приползет. А что дальше-то? Боязно, страшно и грустно. Да и другого, кого хочешь, спроси про то, Про самое главное. Для чего же жил-то на свете? То отвечает, кто во что гораст. Если купец, то про деньги толкует, Кузнец про уголь да про железо. А нищий про то, как день прожить, Да выпрошенное ради Христа пропить. А про конечную-то цель и не спрошай. Поморщится человек, За вроде как обидел его тем вопросом. Скажешь про болезни, Про смерть неминучию. Руками замашут. Типун тебе на язык. Раскаркался, где старый хрыщ. Боя болезни вспомнил. Суеверен народ. Ну, как вроде бы от чего, Что я заговорил? Про болезни. Или про смерть. То тут это напасть и найдет на тебя. А кому не понятно, Что буду ли я говорить о смерти или не буду? А все ведь знают, Что смертны они и болеют все. А вот поди ж ты, Не любят правды. Где ж тут с большей, О большей, о духовной истине говорить, Когда и про ту истину, Которая очевидна и самым простым, Не желают и слышать. Жил, грешил, наслаждался. К тому и стремился сам я грешный. И хотя знал, вспоминал иногда, Что смертен я, Надо готовиться к главному, Чего не минуешь, И от чего не откупишься. А то же вот, Ох, как не любил говорить о смертном часе, А тем паче о том, о самом главном. Что же дальше-то? Как там-то? И всегда одним и тем же Оканчивал думы такие, А куда все, туда и я. Что заслужил, то и получил. Не я первый, не я последний. А как начал считать Евангелие, Так вот и кажется, Народился заново я. И все-то иначе стал понимать и на все, Иными глазами смотреть. Стал читать Святое Евангелие, И ужаснулся на самого себя. Как же так? Бог дал мне жизнь, Дал разум, Дал закон, И указал конечную цель, Рай Божий. Куда и должен идти я, И стремиться бежать. А что же выходит на самом деле? А выходит то, Что я во всю жизнь Тем только и занимался, Что шел и бежал Совсем в обратную сторону. Все так устраивал жизни своей, Чтобы здесь устроиться получше. А раз думал только про здешнее, То могу ли я думать о смерти И о тамошней жизни? Вот и жил во тьме, Может сказать, Жил одним днем. Да как же, Петр Иванович, Жил-то одним днем. Ты разве не о будущем думал? Открывал новую лавку, Или когда детей продвигал вперед, Учил их, Как правильно жить, Достояние им оставишь. Да какое же это будущее, Когда все это кончится, И даже Сама земля Со всеми ее кабаками И театрами сгорит. Так и сказано в Новом Завете. И выходит, что Утруждали народы себя напрасно И трудились для огня. Ведь вот был я в Москве, Сколько в магазинах манекенов всяких, А все молодые, Разодетые. Случайно ли это? Разве только молодые одежду покупают? А все для того, Чтобы никто о смерти, О старости, О болезнях и не вспоминал. А жил бы и жил, Как бы в вечной молодости. Но точь-в-точь, Как царь Авенир Делал сыном своим царевичем Индийским Иосифом, Так и нас дьявол держит во тьме. Нет, думаю, Не так надо жить. И начал вразумлять меня Христос. Кто желает, Тот не иначе на жизнь посмотрит. Задумайтесь об этом. И впрямь. Только ведь то и жизнь, Что по Христову закону. Разве это жизнь, Что я почти 60 лет прожил, Ни себе, ни Богу, ни людям. Умрешь, С собой ведь ничего не возьмешь. А и здесь радости мало, Вертишься, как белка в колесе. Для чего, сам не знаешь. Ровно как машина какая, Завели тебя и качаешься. Евангелие научило. Выходит, что весь мир Божий, Как бы поместье Божие. А мы все, как Божьи работники. Каждый приставлен к своему делу, Исполняет особую работу. А конец у всех должен быть один. Доход хозяину, Преумножение добра и правды Божьей на земле. Что ты делаешь? Торгуешь, землю пашешь, Детей учишь, корабли строишь, У станка работаешь. Это все равно. Важно одно, Прибавляется ли от твоей жизни Добра и правды на земле. Тут я сильно задумался. Прожил на свете уж много годов, А Богу, кажется, Еще ничего не сработал. Подумал так, О моей жизни. Божьему делу, Пожалуй, один убыток был. Взять хоть кабак мой, И питейную лавку, Сколько через них зла было в людях, Сколько пропито трудовых денег, Сколько драки, Слез, Брани. Оно, положим, скажете, Не я, так другой торговал бы водкой. Верно, Да мне это не оправдание. Если на дороге спит пьяный, Или по лесу идет слабый ребенок, И их кто-нибудь непременно ограбит, Это не оправдывает меня, Если я их оберу, Сказав, Не я, Так другой. Не по сердцу стали мне барыши сводки. Кстати, В других книжечках, Стал я их считать, Прочел небольшую историю. В Англии есть большое общество, Распространение священного писания, По всему свету, На разных языках. Собирается пожертвование, И на собранные деньги, По дешевой цене, А то и даром, Рассылается слово Божие, По всем странам. Однажды оказалось, Что два главных члена, Богатые купцы, Которые каждый год жертвовали в Лондоне, Десятки тысяч на распространение Библии, В Индии имели громадные фабрики, Где выделывали для индусов бронзовых идолов, Продавали их сотнями тысяч, И получали богатый доход. Тогда им сказали, Что нельзя одной рукой распространять идолов, А другой Библию. Стыдно христианину миллиона Наживать на идолопоклонцы, И тысячи из них жертвовать на проповедь. Христианству. Решил я тогда закрыть винную торговлю, Она, конечно, доход до моего сильно убавилась, Да у меня мысли уже в другую сторону пошли. Мне дорог стал Божий доход. В Евангелии сказано, Где сокровище ваше, Там будет и сердце ваше. Поняли тогда купцы, Почему Петр Иванович ходил, Долго задумавшись.